Саль, ну ты знаешь, вот вовремя и кстати, мы только что анонсировали новость про улицу Александра Невского, да, изменение трафика движения. У нас гости есть по этой теме? Да, потому что действительно, как только улицу перекрыли, у многих стали возникать вопросы. А как долго продлится ремонт? И вызовет ли это неудобство? И что делать, когда будет ремонт? То есть как объезжать? Конечно же, эти вопросы мы решили сразу же адресовать нашей гости. И у нас сегодня Анастасия Александровна Болкова, начальник управления транспорта и связи администрации города Симферополя. Я думаю, что все вопросы она раскроет, нам ничего не утаит. На все вопросы ответит. Доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, как вы добирались? Приходилось ли вам тоже ехать в объезд этой улицы? Если мы говорим за сегодня, то нет. Более того, я живу в центре города. Вам повезло, вот в отличие от многих? Да, действительно. У нас 17-го числа было запрещено и прикрыта улица Александра Невского в связи с капитальным ремонтом ее. В связи с чем? Транспортные потоки у нас теперь направлены по улице Менделеева. Это тот транспортный поток, который идет с площади Куйбышева. И что касается ЖД вокзала, если мы хотим попасть в центр, то это улица Карломарк, Сажуковского либо Толстого. Вот, собственно говоря, пока каких-либо нареканий нет, но сейчас начнется рабочий день, поэтому мы уже, собственно говоря, посмотрим по обращениям граждан, какие есть замечания, предложения, и будем уже в дальнейшем прорабатывать. То есть такая вот обратная связь существует между вами и гражданами? Абсолютно верно, да. Налажено. Скажите, а что же будет на этой улице? Что нового на ней появится? Ну, это полностью капитальный ремонт, да, это полностью замена всех сетей, которые находятся под непосредственно дорожным полотном, так и опоры, это троллейбусная контактная сеть. Поэтому я думаю, что после капитального ремонта наши граждане оценят этот ремонт. Что касается деревьев, они останутся на своих местах или все-таки решено их вырубить и там что-то новое посадить? Непосредственно главой администрации города Симферополя Наталья Федоровна Маленко с привлечением общественности нашего города были выходы неоднократные, да, где с привлечения специальных служб, да, которые отвечают за озеленение, было принято определенное решение по сносу каких-то деревьев. Потому что общественность возбудилась, узнав о том, что будет проходить ремонт и некоторые деревья подлежат сносу. Поэтому с общественностью вышли, составили определенные документы и на сайте разместили, какое количество пойдет под вырубку. Но массовости это не будет. Опять же, то, что пойдет под вырубку, потом восстановится за счет других деревьев. Вот я знаю, что ни одному платану они пострадают. Больше всего за платаной переживали с Симферопольцы. Да, они пострадают. Это очень хорошая новость, потому что, признаюсь честно, я и сам очень переживал. У нас же такие красивые деревья, эти платаны. Наша гордость. Ну вот многие крымчане, как только появилась эта новость, что у нас собираются делать там капитальный ремонт на этому отрезке дороги, они, конечно же, начали возмущаться в социальных сетях, ну как это часто бывает. И, возможно, не просто так, что все-таки там нет причин делать ремонт дороги, там более-менее хорошие были и не так давно был ремонт. Зачем делать в центре города снова, когда есть более проблемные участки? Я думаю, что улица Александровневского в любом случае является проблемным участком. Просто наши жители видят то, что снаружи, а то, что внутри, не видят. Что изношены определенные сети, которые требуют капитального ремонта. Поэтому, собственно говоря, и было выбрано решение эту улицу начать капитально ремонтировать. Я думаю, что граждане наши могут, в принципе, спокойно ознакомливаться по ситуации капитального ремонта. Она всегда размещена на сайте администрации города Симферополя. У нас есть приемные дни, у нас есть номера телефонов, поэтому цель ремонта Александровневского – это не просто так, что кому-то захотелось. То есть она уже требует, подошел час пик ее ремонта, собственно говоря, поэтому и делают. И, учитывая сроки, я думаю, что подрядчик, который непосредственно задействован в выполнении капитального ремонта, он уложится в срок. Это этот год, это, по-моему, если я не ошибаюсь, это конец ноября месяца. Потому что будет у улицы Александровневского проводиться ремонт в три этапа, чтобы полностью не перекрывать движение и закрывать всю улицу. Потому что, мы понимаем, это такая магистральная улица у нас тоже. Хожая ситуация была, когда центральные улицы реставрировали, все жаловались, а сейчас все благодарны, потому что они как паркет, блат. Вы знаете, да, тоже буквально недавно был прямой эфир, и многие граждане говорят, что мы пережили ремонт улицы Севастопольской, поэтому ничего страшного, переживаем и ремонт улицы Александровневского. Ну, а подрядчик тот же, который ремонтировал и Севастопольскую улицу? К сожалению, я отвечаю за транспорт, а это заказчик управления капитального строительства. Опять же, если надо будет, то на сайте, я думаю, вся информация размещена. Скажите, а какие последующие улицы планируются к реставрации? Опять же, с планом проведения капитального ремонта, либо какого-то точечного ремонта. Это все, вся информация находится на сайте администрации, поэтому там с ним можно будет ознакомиться, да. Ну, а вот мне интересно, как долго прослужат эти дороги и те же коммунальные сети, да, которые планируются заменить, потому что я так понимаю, что это те, что были советского времени, которые там десятки лет не менялись, вот, шла речь о них. То есть эти дороги, они как долго могут прослужить? Ну, я думаю, у любой дороги есть срок годности своей, да, и опять же, все эти требования прописаны. Ну, год или пять, или десять сутки метров. Я вам точно сейчас не скажу, опять же, говорю, к сожалению, я отвечаю за транспорт, не за управление капитального строительства, да, которое является заказчиком в лице администрации по ремонту дорог. Однако, опять же, если этим вопросы интересуют, вся эта информация на сайте администрации размещена в полном объеме. Я думаю, что для граждан составит труда, все знают и сайт, и номера телефонов. Опять же, если кого-то интересует, можно позвонить мне в управление, это 27-49-98, я эту информацию узнаю, буду ей владеть и всем отвечу. Хорошо, давайте тогда о транспорте поговорим. Потому что, насколько я знаю, что новый транспорт обещали запустить, вот сейчас как пилотный проект, наверное, да, ходит одна из новых маршруток. Я еще, правда, на ней не каталась, не знаю, в итоге они себя уже оправдали или нет? Нет, вопрос, в каком плане выходит одна из новых маршруток? Уже, я знаю, что запустили один из новых автобусов, вот, и современных, да, очень удобных для пассажиров. Мне интересно. У нас порядка 120 единиц, это новый транспорт, обслуживает МУК Горавтотранс, он ездит по маршрутам городским, да, нашим, это порядка 14 маршрутов. Сейчас был наболевший вопрос по поводу, опять же, вот вы говорили за ремонт, у нас сейчас идет капитальный ремонт улицы, переулка Лавандовы, это Давидовка. И было поручение, сейчас запустили бесплатный автобусный маршрут на время проведения ремонтных работ, который непосредственно жителей поселка Давидовка вывозит к Москальцу. То есть там работает 2 единицы транспорта, из 6.30 до 22.00 он осуществляет движение. Что касается закупки нового транспорта, возможно, это будет происходить ближе к концу года. Естественно, что мы, автопарк свой, у нас цель обновить полностью. Есть, да, такая необходимость? Конечно. Сейчас у нас на маршрутах работает порядка 450 единиц транспорта, вот из них 120 – это новые автобусы большого пассажировместимости, это марки «ЛиАЗ», который обслуживает «Мухгор Автотранс». Также частные перевозчики порядка 60 единиц тоже обновляют, они заменяют те старые «Богданы» руты на более новые автобусы отечественного производства. Анастасия Владимировна, я вас благодарю за вашу работу, потому что нельзя не отметить, что становится все лучше и лучше с каждым днем. Спасибо вам. И вам спасибо. Я думаю, что мое пожелание и вам благодарность, в общем-то, от всех симферопольцев. Я напомню, у нас сегодня в гостях Анастасия Волкова, начальник управления транспорта и связи администрации города Симферополя.